Здравствуй, дорогой зритель! Перед просмотром хотелось бы попросить поставить лайк на это видео и подписаться на канал. Приятного просмотра! Красивая длинноволосая шатенка с чарующим взглядом и дивной пластикой, своей драматичной мрачноватой вокальной манерой напоминала самого Ника Кёева. Была его олтор-игр, а уж как она пела, чувственно пылко, с придыханием, некоторые поклонники приходили на концерты Ник Кейв и Бэт Ситс посмотреть и послушать именно ее. Начиналось все с любви, в 1977 году Ник Кейв познакомился с Анитой Лейн. Сразу же бурно влюбился, и пригласил девушку из Мильбурна в свою первую группу, The Boys Next Door, позднее переименованную в The Birthday Party. Ведь австралийская красотка не только умела петь, но и отменно играла на клавишных, писала песни, вместе они переехали в Лондон, где и создали, в компании с бессменным гитаристом Ником Харли, уже группу Ник Кейв и Бэт Ситс. Записали несколько альбомов, сочиняли вместе песни, отлично пели, да и стильно смотрелись дуэтом. Стали соавторами хита A Dead Song с дебютного альбома нового состава Prayer Song Fire, вышедшего в 1981 году. А для второго альбома Джанкерд. Май 1982 года, Лейн и Кельф написали в соавторстве уже два трека, Dead Joy, Kiss Me Black. Дальше, больше. Есть песни, а не ты и на альбомах группы середины 80-х. Но после релиза From Her To Etunity, июнь 1984, она официально ушла из коллектива, начав сольную карьеру, стартовавшую с хит-сингла Dirty Sinks. Может и зря, поскольку в итоге талантливая и харизматичная артистка выпустила лишь три альбома. Лучшим из них стал Sex O'Club 2001 года. Лейн сотрудничала со звездами Индастриала Эйнстарзенда Ньюботом, увлекалась постпанком и мрачноватыми балладами, которые отменно удавались и ее бывшим коллегам по Бэтситс. Музыканты группы, кстати, на Аниту не обиделись, и даже порой записывали с ней новые песни в студии. А теперь, когда Анита Лейн скончалась на 63-м году жизни, первыми свои соболезнования высказали как раз бывшие коллеги и друзья, Уоррен Элис и Ник Куев, а также его жена Сьюзи.